Сегодня Одесса входит в пятерку самых освещенных городов Украины. Вроде неплохой показатель, но есть к чему стремиться. В спальных районах по ночам не везде пройдешь без фонарика. Актуальным остается и вопрос экономии электроэнергии. Большинство ламп наружного освещения в нашем городе натриевые. Они энергоэффективнее ламп накаливания, в которых 90% энергии идет на производство тепла и лишь 10% света, но до светодиодных им далеко. Последние и энергии меньше потребляют и светят значительно ярче. Примеры внедрения таких ламп по городу у нас есть. В Натальяцком бульваре полная реконструкция, положили новую плитку и в том числе установили новую систему освещения. То есть было запроектировано полностью новое освещение. Это новые столбы, как вы видите. И на них установлено новое светодиодное высокоэффективное освещение. Помимо того, что света от них больше, они в 10 раз экономичнее обычных натриевых ламп. Правда, в их установке есть своя тонкость. Рассказать подробнее обо всем этом вызвался замдиректора КП «Одесская энергосберегающая компания». Если мы говорим о светодиодных лампах, угол раскрытия этих ламп порядка 120 градусов. Если брать натриевые лампы, то у него 180. То есть тут нужно очень аккуратно к этому подходить. Соответственно, световой поток гораздо ярче у светодиодных светильников. Но их немножко надо чаще ставить, чтобы не было такого эффекта, как называемая зебра. При всех своих плюсах есть у лампы светодиодной существенный недостаток. Она стоит раз в пять дороже натриевой. Вместе с тем, уверяет Виталий, окупится такая замена очень быстро за счет экономии электроэнергии. Это с учетом того, что не придется менять инфраструктуру. Инфраструктура уже морально готова и физически. То есть она довольно-таки обновлена. 80% светильников в городской черте – это натриевые лампы. В принципе, можно устанавливать уже на эти же места светодиодные. Но даже если просто менять светильники, получится многомиллионный проект. Город самостоятельно его не осилит. По словам Виталия, есть инвесторы, готовые взять наружное освещение города в концессию и провести его полное обновление. Есть и другие варианты. Например, можно привлечь европейское финансирование. Это кредитные деньги от кредитных союзов. Например, ЕБРР, либо Мировой банк, либо есть такой норвежский союз – это НЕВКО. Тоже они очень дают на энергосберегающие направленные кредиты. То есть порядка 5% это идет кредиты. То есть есть возможность привлекать европейские деньги. Нужна необходима только политическая воля и качественно проработанный проект. Удачно реализовали подобный энергосберегающий проект в Черновцах. Сейчас в нескольких точках Приморского района, на Итальянском бульваре, улице Решильевской и в Старобазарном сквере, в тестовом режиме светодиодное освещение уже установили. Идем на практике сравнивать эффективность ламп натриевых и светодиодных. Сегодня у нас с собой умные приборы. Что это у нас? Расскажите. Это у нас люксометр. Это специальный прибор, который измеряет уровень освещенности. То есть сейчас мы можем проверить после реконструкции итальянского бульвара, насколько здесь качественно сделали освещение и какой уровень здесь освещенности. Давайте проверим. По нормам в таких местах массового скопления людей освещение должно быть не ниже 10 люксов. Новые светодиоды выдают все 34. Рядом с нами Куликово поле. Переходим туда. Буквально в нескольких ста метров от реконструированного итальянского бульвара мы видим старые светильники с натриевыми лампами. И здесь есть как минимальный уровень освещения порядка двух люксов. То есть в данном случае, учитывая, что здесь довольно-таки массовое место, это недопустимо. Притом два люкса это прямо под фонарем. На 10 метров в сторону прибор вообще ничего не показывает. И это почти в самом центре города. Следующий замер на проезжей части, там где горит светильник. Центральные магистральные дороги должны на них на уровне покрытия дорожного освещение быть порядка 20 люкс. Прямо под фонарем получаем все 30 люксов. Но буквально в двух метрах эффективность натриевой лампы падает на треть. А метров через 10 вообще темень. И это в сотни метров от привокзальной площади. Вопрос гордый или интересный, потому что, как мы видим, здесь заслоняют очень сильно деревья. Совсем по-другому выглядит освещение Решильевской на отрезке от Базарной до Большой Арнаутской. Здесь повесили светодиоды. В разработке планы покрытия ими всего города. Сейчас перед областью стоит задача определиться в приоритетах тех, приоритизации тех проектов, которые будут направлены на международное сотрудничество. Потому что есть, как вы знаете, ограниченное количество ресурсов, а желаний всегда очень много. И я думаю, что, безусловно, внедрение энергосберегающего освещения является одним из тех приоритетов, которые мы должны поставить на следующий год. Возлагают большие надежды на год 2016-й. Он может стать в прямом смысле самым светлым для Одессы. А пока одно из наиболее освещенных мест в городе – итальянский бульвар. Несмотря на ночное время, аллея залита ярким светом. Здесь даже читать можно, особо не напрягая глаза. А буквально в 20 метрах отсюда тонет во мраке одна из крупных площадей нашего города – Куликово поле. Эти 20 метров и есть граница между прошлым и будущим, между светодиодом и лампой накаливания.